Привет, мои дорогие полуночники! Давно с вами не слышались. Хочу вам рассказать о ситуации, которая сейчас у нас происходит в проекте. На данном этапе мы продолжаем делать то, о чем говорилось в предыдущем видео. Новые территории воткнутые, территории гномов и орков, помимо того, что вокруг Диона. И о этих территориях проводится работа по объединению текстур, вернее, материалов. И на данном этапе она уже завершена. Очень постарался Грин Личер. Ему Мэднес написал программу, в частности плагин, который позволяет объединять материалы без их дополнительного поиска, грубо говоря, по нажатию клавиши, чтобы не искать референсы внутри движка. Это такие привязки к другим объектам внутри движка. Помимо этого, Мэднес еще модернизировал плагин Substance, который не перестал работать в версии 4.26 корректно, так как поменял структуру текстур, с которыми он работает. И благодаря этому мы спасли 1200 материалов, которые сейчас и требуют небольшой доработки, но все равно остались живы. Касательно этого, можно сказать, что у нас появился очень специфический опыт работы и создания материалов, и также создания базовых материалов, которые мы сможем применить чуть-чуть попозже, создав еще один плагин или усовершенствовав предыдущий. Также благодаря Атику мы получили возможность теперь полностью погрузить все наши наработанные аниматронные персонажи вместе с лодами сразу уже в проект. И, собственно говоря, что мы и сделали. Осталось их только подключить и заставить загружаться при выборе того или иного персонажа. Таким образом, у нас сейчас в клиенте есть все типы персонажей, объединенных одним общим скелетом. И сейчас Атик как раз занимается вносом тех текстур, которые были переработаны, также адаптацией предыдущих текстур, и в дальнейшем приступит к реализации NPC-шников. Вместе с тем мы реализовали одну очень интересную вещь, связанную с разбором VFX. Сейчас у нас есть полное понимание того, как работает VFX и в каких стадиях какие элементы активируются. Помимо всего прочего, были внедрены пары дополнительных технологий, связанных с объемным дымкой, которая уважает, например, тени. Да, это специфический термин, конечно, уважает тени, но, тем не менее, проще будет показать. Еще из приятных мелочей, которые сделал Madness, это ориентация персонажа прямо на точку спауна, когда загружается сам персонаж. Раньше загружался он в точке 000, а потом переносился на точку местонахождения его внутри карты. И это позволяет нам значительно облегчить загрузку той или иной территории в самом начале игры. Также немножко перебалансировали свет. Это больше связано, опять же, с переходом на версию 4.26, так как по-другому начинает работать само по себе освещение. Переделали немножко связанные с этим постпроцесс-эффекты, чтобы при выключенных постпроцесс-эффектах и включенных постпроцесс-эффектах общая картинка при освещенности различной, при блумах, при динамической экспозиции, то есть высветление, вытемнение внутри помещения или при выходе на свет, чтобы это не сильно отличалось по гамме. Ну что ж, с новостным блоком, наверное, пожалуй, все. Далее будет видеоролик, который я обещал уже очень-очень-очень давно. Но связан он с Fargotten Temple. Это, пожалуй, самая ядреная из территории, которая у нас была. Но на ней мы отрабатывали кое-какие решения, связанные с оптимизацией. И в некоторых местах производительность повышалась где-то с 50-60 FPS до 70-80 FPS. Но, естественно, это не везде. Где-то можно так сделать, где-то нет. Ну а сейчас обещанный видеоролик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!